Это большая камера. Скорее всего, она была размером с этот отпечаток, но глубже. И это камера, которая использовала пластины, не пленку. То есть, та фотография, которая нам привычна сейчас, она все-таки появилась чуть позже. Может быть, она уже появлялась, то есть, уже появились вот эти камеры Кодек Брауни, которые позволяли вести любительскую съемку. Но здесь это все-таки очень профессиональная съемка, очень технически требовательная к фотографу, к технологиям. И, соответственно, это камера, которая ставилась на треногу или которую держал фотограф, в которую сзади вставлялась эта пластина. Использовался ли здесь затвор? Потому что затвор – это тоже вещь, которая появилась в фотографии не сразу. Скорее всего, судя по тому, что есть фотографии с остановленным движением, как вот здесь, скорее всего, затвор здесь использовался, да, потому что это какая-то небольшая доля секунды. Потому что до этого просто фотограф снимал крышку с объектива, и потом ее ставил обратно, и таким образом кадр экспонировался. Но вот по этой фотографии можно, наверное, с какой-то достоверностью сказать, что здесь уже использовались достаточно короткие выдержки, потому что если фотографию с людьми можно спозировать, можно сказать людям, как они должны сесть и какие принять позы, то с лошадью это сделать гораздо сложнее. То есть здесь действительно остановленное движение. Фотография – это абсолютно классический живописный портрет. Или вот это вот, да, это абсолютно классический парный портрет. Или если мы возьмем вот эту вот фотографию, это тоже будет абсолютно классическая живописная композиция, разобранная на планы. И я бы сказал, что подобное взаимоотношение фотографии и живописи, оно или классического изобразительного искусства, оно сохранялось до начала 20 века, когда фотография вошла в эту эпоху, или общество вошло в эпоху модерна, и фотография стала создавать самодостаточное изображение, которое у нас в первую очередь, скажем, ассоциируется с ротчингом, ракурсом. То есть фотография стала делать то, что может сделать только фотография. Мне кажется, человек в первую очередь поражает, насколько это качественные фотографии. Потому что мы не привыкли к идее, что в 19 веке могла быть настолько, или в начале 20 века могла быть настолько качественная фотографическая техника. И это поражает абсолютно всегда, когда ты видишь фотографии того времени. Потому что интересным образом, опять-таки, я немножко удалюсь в техническую сторону, фотография 20 века была в какой-то степени менее качественной, чем фотография 19 века, потому что появились компактные камеры, и резко упало разрешение кадра. Вот здесь мы видим два кадра, которые очень похожи. И это гораздо больше ассоциируется с современной фотографией, когда у фотографии есть возможность сделать последовательность кадров. Или вот эти два кадра, которые сняты в одном месте, в одно и то же время, но с чуть-чуть разной степенью увеличения или разнофокусным расстоянием. И, может быть, они сняты двумя камерами. И здесь вот эта последовательность интересна. Да, интересно, было ли это желанием автора создать последовательность, или это были просто варианты, на которые он перебирал.